всем привет помните я делал печку кто смотрел на торце 180 трубы была вот такая штука такой плянец был я его срезал посчитал он мне не нужен долго думал куда его применить потому что сдать в металл такой флянец это грех полный ну 14 13 миллиметров пусть будет 13 хотя если так вот точненько точненько 13 миллиметров в общем долго его думал куда применить потому что сразу мысль такая блин стаканы тянуть так большой диаметр значит диаметр по меньшему размеру 26 по большему не надо никому хотя тут 28 внутренняя дырка 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 17 отверстие в общем я думал куда применить и я наконец-то придумал ну я давненько придумал сегодня просто понадобилась эта штука даже не то что она понадобилась сегодня просто полу суббота полу короткий день я люблю субботу заниматься своими делами они машинами значит надо потащить арку здесь на два сантиметра почти здесь вообще не надо ничего делать то есть чуть-чуть потащить значит была мысль разрезать на две части эти части соединить с другом перевернуть соединить их с параллелить через сантиметра например я не знаю пусть пусть 55 сантиметров там чем-то в арматуре по убивал поварил соединить здесь у нас идет лист металла толстого приваренный здесь у нас идет крюк петля для цепи у многих есть такие приспособы которые они только многие люди делают с квадратовый с квадратной профильной трубы там раз два три не хочу это есть труба толстая не хочу надо куда-то деть клянец и тянут потом арки буковка п и под пластина радиусная или ровно и тянут арки я думал соединить их параллель чтобы было очень крепкая но сейчас подумал и решил не хочу поэтому сейчас разве разве разрежем на две части сварку даже защищать не будем это будет опытный образец сюда приварим ровную пластину сантиметров там здесь больше 12 она будет у нас для более ровных арок потому что здесь радиус арки небольшой вот здесь большой и потом если одно испытание пройдет нормально тогда мы сделаем уже вторую под другой радиус то есть одну сделаем более ровную потому что здесь вытащить не надо более ровная здесь мы сделаем вторую и вторую сделаем радиусную потому что например если здесь тащить то надо радиус но и тем более здесь арка очень большая в основном на легковых автомобилях идет менее радиусные поэтому 1 будет менее радиусная Нельзя же царапать крыло Оно будет краситься, пофиг Одна более радиусная будет Вторая будет менее радиусная Из чего сделать Пластины еще не придумал Режем, привариваем, тянуть Разрезал на две части Поняли, что изначально Я хотел их вот так вот сделать Сварить Ну ладно, пусть 5 сантиметров Между ними 5 сантиметров между ними Здесь Штырь приварить, чтоб Цеплялась крючок Чтоб цеплять Ну а здесь уже Типа какую-то шину Не, не такую, это просто тут валялось Ну какую-то шинку приварить Как там ее варят радиусом А, вот так вот Например Трехсантиметровую или четырех Приварить Шинку Даже зачищать сейчас Не будем эту сварку Турбу обрезать Не надо Сейчас может Лепестковым пройдемся Чтоб чуть не Чтоб не порезаться И попробуем потянуть Здесь уж надо что-то приварить Чтоб я мог цеплять Свой крючок Ищем Нашел шинку Помню, была у меня такая шина Ну не помню Он в инструментах Он взял Она тут лежит Ей уже 5 лет 5 лет не пользовался Думаю Значит она не надо Я даже мне это отверстие Не смог просверлить Хотел согнуть В итоге сломал Не могу я ее, короче Не могу согнуть Она подпружинистая Стали Я не знаю Что это такое Кстати Из него можно сделать Это зубило По идее большое Точно Заныкаем Ищем дальше шинку Да нету шинки никакой Блин Есть они все такие Ну не слабенькие Я хочу такую массивную Приспособа Что массивная Ух Я кстати ее обчистил Я чистил все-таки этот шел Я лепестковым ее полностью прошелся Чтоб ни одной заусельницы не было Ищем шинку В общем я же говорил Что сейчас сделаем одну А потом может быть сделаем вторую Посмотрим Может что-то подрепетировать Тадо Короче Ничего не надо Я понял Что если я сейчас делаю временно Она у меня Очень долго будут работать И никто ее никогда не переделает Поэтому я сделал окончательно И обжалованию не подлежит Вот все как выглядит Нашел какую-то штуку Сейчас возьму рулетку Померим Пусть высохнет хотя бы Я и только-только-только покрасил Красил на улице Потому что Не хотел здесь Чтобы гаражик воняло Поэтому Там холодно Блин, оно все течет Десять слоев почти Ладно, речь не в этом В общем я вот так вот Все сделал Нашел такую штучку Она была тут с резьбой у меня Ну то есть там гайка была Когда-то тянул Нет, мне ничего похожего показать Нет, как мы тянули стойки Просверливали В общем такая штука была Я и давно не работал Обрезал Здесь уголок обрезал Здесь взял две шиночки Не нашел толще Сделал Не помню сколько сантиметров 13-14 13-14 Сейчас тоже померим Пусть посохнет Две штучки Поставил Поставил с зазором Три миллиметра И их С одной стороны Обварил Она сварка аж вылезла сюда Где-то Где-то не вылезла Вот так вот Приварил Вот так вот угол обрезал Все Теперь она пусть сохнет Будет она работать Долго И счастливо у нас Я сразу же автоматом Посмотрел Что вот эти штучки В нее будут заходить При желании Хотя я не вижу Как так Ими тянуть Ну то есть Можно тянуть Куда-то там Вдруг В случае чего Ее надо будет использовать Не по назначению В общем ждем Ждем пока Высохнет Люди Я готов делать Презентацию Своей новой приспособной Возьмем рулезочку Померяем С вами все Что получилось Значит колечко Вообще не принципиально Внутри отверстия Три сантиметра Вообще не принципиально Значит Длина этого паза Этой шинки У меня получилось Тринадцать с половиной Сантиметра Сорок Четыре сантиметра В общем Тринадцать с половиной На четыре Толщина у нее Четыре миллиметра Все Больше мерить нечего Ну как бы Длина Например От этой байды До чего Смотрите Запомнили До начала Колечко Двадцать сантиметра До конца Двадцать четыре сантиметра Ну как бы Вот так Этот как бы Радиус Если взять Вот прямая линия И этот радиус Это глубина Хотя Не знаю Причем здесь глубина Получилось Девять сантиметров Ну такая себе Не знаю Сколько килл Кила четыре Пять Пять много Четыре нормально Все Как новая Вот теперь Надо арку Отдергать Помните Да Толщина Тринадцать миллиметров Теперь надо Арку потянуть Потому что Здесь вот Есть Два сантиметра Зазор А мне жалко Ее Может взять Резиновый молоток Отбить А Или резиновым Молотком Не по коншую Блин Сейчас я ее возьму Все поцарапаю Чик Ну все Надо тянуть Ага Будет машина Будет мешать колесо Ладно Колесо будем снимать Также можно Сюда зажим поставить Так потянуть Короче Не знаю Ну что Попробуем Давайте попробуем Блин Уже поцарапал Ай-яй-яй Чтоб не говорили Что я у кого-то Подсмотрел У того Тоже такая Это ты там Посмотрел У меня круглая Ни у кого Такой нет Сейчас Поставим Попробуем Хотя Хотя тут два движения Гидравлика Все выйдет Ну хоть посмотрим Будет падать Там не будет падать Друг сейчас Случайно разогнется Знаешь Думал я Что ее трудно Цеплять будет Потому что Мне все таки Надо и гидравлик Удержать Теперь способен Цеплять Да нет Отлично Нам цепляется Поцепил Гидравлику Поставил Все класс Попробуем Потянуть Не хватает Цепи Буквально На понты Ладно Тут Скачать Там не хватило Что видим Что видим Что видим О Было Сантиметра 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 Сантиметр Вот такая Вот такая У меня есть Много Такой трубы Куски Там есть Такая Довольно Толстая Она Крепкая Сверлится Туго Думал Из нее Сделать Но Блин Как-то Как-то Сильно Просто Все было Как-то Обычно А вот Необычно А вот Красивая Штука Смотрите Как Красивенько Выглядит Классно Все Работает Да Вот Зазор Подходит Все элементарно Просто Ладно По-моему Я уже Начинаю Работу Показывать Они Как Это Приспособа Работает Вот Уже Попло Уже Плотненько Вниз Надо Переставить Сейчас Перестав А вы же Хотите Посмотреть Да Ну Давайте Вы же Хотите Посмотреть Как это Легко Одному Или Тяжело Давайте Спустим Уберем На Кидравлике Поменяем Трубочку На Короче Вот Моя Штука Кто-то Там Спрашивал Такая Цепь Не Ломает Потому Что Я Читал На Садрай Там Должна Быть Для Двух Звенья Упор Цепь Не Ломает Потому Что У Менец Хорошая Поэтому Ее И Не Ломает Ну Я Так Думаю Что Хорошая Нормально Цепляется Я Думаю Будет Хуже На Край Подвели Нормальненько Что-то Дверь Начала Торчать Интересно Это Что Что Дело Дверь Комнатуре Начала Торчать Ну В общем Люди Все Я Вам Показал Эту Штуку Хватит Это Уже У нас Идет Трех Видео Ремонте Будет Об этой Штуке Большое Спасибо За Внимание Всем Удачи Всем Пока